Раз в неделю Настолько достаточно взрослым людям для полного удовлетворения В этот день у неё не болит голова А он не ссылается на занятость и плохую экологию Раз в неделю мы запираемся в студии вдвоём И предлагаем всем желающим присоединяться Остроумный аналитик Михаил Губин И эксцентричная болтушка Элеонора Рузвельт Делают это, это в прямом эфире Радио Болтком Раз в неделю, каждую среду в 15.00 Добрый день, в эфире Радио Болтком Программа Раз в неделю Самая познавательная разговорная программа в нашем радио А сегодня ещё и костюмированная Да, в студии, как всегда, Элеонора Рузвельт В костюме зайчика Михаил Губин Это пустое Разве ж может мой костюм сравниться с тем великолепием, которое пришло к нам сегодня в студии Впрочем, обо всём по порядку Да, а ещё у нас есть, кстати, в студии Телефоны прямого эфира 67-212-93-9 67-213-93-9 Можете звонить, если хотите Зрители портала Mixnews LB Которые любят смотреть через прямой камер Уже наверняка наслаждаются пиршеством для глаз Кто ещё не включил, но имеет возможность, я рекомендую насладиться видом наших сегодняшних гостей Это вам не депутаты какие-нибудь в кожаных костюмах Не знаю, в чём они всё время приходят Сегодня к нам все настоящие яркие и сочные люди Да, как всегда наши современники искренне увлечённые своим делом, как говорится Ну что, на все сто Да, а в высоте эпиграф есть? Вы знаете, у меня нет сегодня эпиграфа, у меня есть то, что называется словами дисклеймер Это чего? Это какое-то предупреждение, дескать Слово модное я ещё не освоила, но у меня точно дисклеймер Дисклеймер у вас, да? Дисклеймер, да, ну как бы важная информация Она не смешна, она имеет функциональный характер Понял Вы должны сказать Дорогие малолетние дети Если вы случайно услышали эту программу, не волнуйтесь Дед Мороз существует, все договорённости остаются в силе Обсуждаемые в передаче вопросы могут иметь вымышленный характер Дисклеймер 2 Дорогие иудеи, если вы случайно услышали сегодня эту программу, не волнуйтесь Мы о вас не забыли Счастливой Хануки Ага, вот так вот даже, да? Снеж Ханука, помимо прочего Впрочем, как и языческий праздник Ёль И как ещё был языческий праздник Карачун И что, и всё сегодня? Всё сегодня, да, я считаю, что это достаточно символично Связано ли это как-то с приходом наших сегодняшних гостей? Разберёмся поступательно Да, гостей будем представлять Или ещё будем там дисклеймерить Как скажете, вы же главный у нас на радио Да, знаете, вот недавно В Австралии был случай Учительница старших классов Заменяла заболевшую коллегу И на вопрос учеников Дала искренне и правдивый ответ Чем вызвала слёзы родителя И негодование родителей Почитавших, что детей лишили детства И департамент образования уволил учительницу Боже мой, неужели про вот это половое воспитание Нет, как раз это первое, что приходит в голову А на самом деле дети спросили учительницу Существует ли Санта-Клаус? Или Дед Мороз в нашем варианте? Она ответила отрицательно Родители пожаловались в департамент образования И бедную учительницу австралийскую уволили, между прочим Как она могла благодетям? Ведь, конечно, Дед Мороз существует Более так или что еще? А знаете, например, что... Это я, кстати, всё задаю вопросы Из базы вопросов, что, где, когда Первые годы советской власти Новый год праздновали довольно весело Ёлки не запретили С подарком и выздоровлением приходил Дед Мороз В кавычках Не совсем обычным, но с бородой Не забыли про Снегурочку в кавычках Вы только звали их иначе Назовите абсолютно точно Деда Мороза и Снегурочку Если их тёски Пара известная своими криминальными наклонностями Первые годы советской власти Так, 30 секунд пошло Ладно, я вам скажу Тогда надо обсудить с гостями Может, они знают Клара Цеткин, Роза Люксембург Клара Цеткин и Карл Маркс, соответственно А я наполовину угадала Точно Первые в жизни Давайте уже скорее приглашать наших гостей Что же они тут сидят такие красивые У нас в гостях Дед Мороз Во всей красе В шубе, соответственно, с бородой В варежках, в валенках В шапке, соответственно Настоящий, профессиональный Стопроцентный И, возможно, даже экологически чистый Дед Мороз А также его очаровательные помощницы Екатерина Лебедь Снегурочка И Марина Титова Это уж даже не знаю, как вас представлять Королева непослушания Королева непослушания Очень выразительная Да Спутница Деда Мороза Фигура, да Вот Напомню, телефон в студии Кто хочет задать вопрос Деду Морозу Звоните нам по телефону 67-212-93-9 И 67-213-93-9 Скажите, пожалуйста Мы вас застали Мы так понимаем Как раз в самый период Вашей активности У вас ведь Ёлки уже пошли Ёлки пошли уже? Да Тоже между первой и второй В тот самый перерывчик Небольшой Вы сейчас попали Да, вот именно сегодня Мы просто по дороге Заехали к вам Откликнулись на ваше приглашение Спасибо большое С подарками, да? Мешок с подарками Не поместился в студии Поэтому мы его оставили в коридоре Но, в принципе, мешок с подарками Вы носите с собой Конечно, обязательно А как вы относитесь к тому Что Дед Мороз Постоянный герой каких-то анекдотов Причем дело представляет Каким-то пьяным Подвыпившим Там и прочее Это же негативная Это же клевета К анекдотам я отношусь хорошо К хорошим анекдотам А плохие анекдоты, я думаю, что Совсем не обязательно читать И обращать на них внимание Да Слушайте, а вы же Семейная династия Деда Морозов У вас так получается, да? Во всем роду Деда Морозы Да, так получилось Но это, наверное, лучше спросить У королевы непослушания А, это у королевы Это ее проделки Так, могли бы вы рассказать, пожалуйста Могу рассказать Так как мои родители оба актисты Клара Вабула и Константин Григорьевич Титов Бывший ТЮЗ, когда они работали Папа сначала работал в русской драме Потом перешел в ТЮЗ И сколько я себя помню с рождения Папа и мама работали Новый год Дедом Морозом и Снегурочком Пара они были, говорят, я плохо помню Сногсшибательная Потому что папа на выдумке был гораст С чувством юмора И заводной, озорной Ну вот, как Дед Мороз должен быть Хотя сейчас родители о елках вспоминать Не хотят категорически И даже не хотят Нас просто благословили Когда пришло время Сначала они играли по школам И садам Потом они играли спектакли Что было лучше Они играли на сцене Все новогодние каникулы В советское время были же по-другому Они начинались 29 декабря И кончались 11 января И все эти 11 дней С 10 утра до 6 вечера Шли спектакли А в вашей жизни было отражение Этой деятельности? Вы были счастливой семейной вечеринки? Или наоборот? Вечеринок не было Потому что родители работали Я еще раз говорю Они уходили в 9 утра Приходили в 7 или 8 вечера Потому что все время эти шли елки А работали они, например, так В клуб железнодорожников Клуб автодорожников Клуб офицеров Клуб железнодорожников А в промежутке между этими Они успевали сходить в тюз И отыграть еще два спектакля Дневной и вечерний Но ведь они же не приходили домой Вопросы Деда Мороз Здесь не курочка Они же там уходили Где-то переодевались И никак приходили Они переодевались в клубе Все переодевали Поэтому я родителей Видела только на сцене Дома это было повергнуто Тайной и мраком То есть от вас скрывали даже? Абсолютно То есть я предподозревала, что это И папа с мамой Но Дед Мороз Каждое 31 декабря Приходил ко мне домой Другой? Нет Свой Приходил папа И когда мне было уже лет 10 Папа в суматохе Забыл переодеть обувь Как мне рассказывала мама Я посмотрела на его обувь И сказала Дед Мороз Это ничего, что у тебя папины ботинки Ведь все равно Ты не папа Скажи мне честно И после этого Дед Мороз Больше перестал приходить Какая хорошая история А когда он приходил к дочке Единственное, что меня очень И как потом внучка Очень Расстраивала Что Хотелось похвастаться папе Что в дом приходит Дед Мороз У него как раз В этот момент Случался спектакль Вот уходит и все Потом, когда подросла дочка Она тоже никак не могла понять Почему дедушка Все время уходит на репетицию В это время Когда приходит в дом Дед Мороз Дочка тоже до 10 лет Свято в это верила Это был святой персонаж Потом она, когда уже 10 лет Уже последний раз Играли только фонарики Она к нему села И говорит Почему же ты такой теплый И такой добрый И дедушкой пахнешь Мы поняли, что надо С Дедом Морозом Заканчивать И переходить уже к другим детям Ну и все Родители устали Перешли на сцену Играли уже на сцене И потом сказали В один прекрасный день Хватит Вот вам все наши реквизиты Работайте Нам кто-то очень настойчиво звонит Сейчас нужно, значит Организоваться с наушник Просу наших гостей Вы мне, пожалуйста, расскажите Что? У меня очень густая коробка Мне очень трудно Слушать А может, как раз и к вам вопрос непосредственно А вы можете просто поднести к уху Попробовать На мой всякое перескажу Да, конечно Здравствуйте Это Игорь Приводин Российской Федерации Приветствуем вас У нас Дед Мороз Устюг и Снегурочка Утюжная А это у вас Какие-то фальшивые Дед Мороз и Снегурочка Какое оскорбление У кого это у вас, во-первых? У нас Россия Устюжный Дед Мороз А у вас здесь В Латвии Фальшивый Дед Мороз Я тоже могу Деда Мороза выразиться И сказать Ну так давайте же Смелее Ну а что же вам мешает? Резонный вопрос Да, во-первых Поняли А ну на самом деле Зерно Так сказать Рационально есть В выступлении Игоря А как вы себя Идентифицируете? Вот действительно А даже позиционируете Вы из Устюга Или вы Такой интернациональный Какой-то образ Откуда вы вообще Есть пошли? Не есть пошли А произошли Все зависит от того Где мы находимся Так Когда мы находимся В данном конкретном месте Для конкретного ребенка Мы единственные Дед Мороз и Снегурочка Так А образ Безальтернативные Собственно Это будут тоже Единственные Дед Мороз и Снегурочка И Коллег мы никогда Не подставляем И никогда Не стараемся Создать Какую-то У нас много Коллег Мы все коллеги То есть были случаи Что вы сталкивались На елке Какими-то другими Дед Морозовыми Снегурочками Мы стараемся Конечно избегать Потому что тогда Слишком большая проблема Возникает Дети не понимают Что происходит То есть мы В прошлом году Были в школе И В одном В одном из классов И когда проходили Мимо актового зала Была открыта дверь А там был Большая елка шла Тоже Дед Мороз Большая елка Ну пришлось Очень И вот тут у детей Возник Они смотрят Туда Смотрят В руки И вперед И непонятно Почему А так мы можем Своих коллег Вот в интернете же Видно сколько Там Желающих Мы можем Поздравить И нас поздравляли С Новым Годом То есть Такой конкуренции Вот чтобы Когда не оскорбляют тебя То у нас Вполне можно Существовать дружелю Но конкуренция существует Но вы Дед Мороз Вы Санта-Клаусом Как бы не Категорически Или по случаю Бываете тоже Если надо Категорически И Насколько я знаю У вас тоже Журналисты Грешат Тем что Не могут разобраться Кто такой Санта-Клаус И кто такой Дед Мороз Открываешь интернет Заголовок статьи Дед Мороз Что-то там Читаешь статью Смотришь фотографии Это самый настоящий Санта-Клаус Не имеющий Никакого отношения К Деду Морозу И уже Я очень прошу Расскажите Наконец-то К детям Что если К вам приезжает Дед Мороз То никак не на оленях Безусловно А на сказочной Тройке И на санях Это важно понимать Тоже да На сказочной Тройке И на санях И на санях И на санях И на санях Хорошо А к Санта-Клаус Приезжает с какими-то Еще эльфами Гномами С эльфами И на оленях Их шесть Ну хорошо А возьмем такой персонаж Как латышский Зема Светку Он едет один И тоже на лошади Да И он на лошади И он в принципе Довольно-таки Он с бородой Ну очки Тут Вообще По логике У него не должно быть очков Но Без колпака И в длинной шубе Ага Он с непокрытой головой У него Как у Деда Мороза Шапка Такая же борода То есть У него нет колпака И нет коротких штанишек У него длинная шуба идет То есть латышские Зема Светку Практически Итентичны Деда Мороза И он переводится Зема Светку Потому что раньше было Сало Тетис Вот Дед Мороз Его сейчас немножечко Переименовали Зема Светку Рождественский Дед Но Внешность Тот же Дед Мороз Тот же Дед Мороз Да Успеем звонок принять Давайте попробуем Принять еще звоночек Здравствуйте 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 А вот скажите А полиция Есть у этого Деда Мороза? Так Какой вы имеете Сертификат? Есть Вот Сертифицированный Дед Мороз Звоночек кончился Да Вы сертифицированный Да Какие-то несказочные Вопросы пошли Да Действительно Как-то фроза жизни Как-то да Один такой Этот такой Да А вот это звонят люди Которые не верили Где Сема Тетю Мороза Один шанс слушать Или может он исправился Стал добрым Да И вот перед выпуском новостей Спеем задать вопрос Здравствуйте Алло Добрый день Добрый Вот все-таки Дед Мороз Это существо сказочное Да Он наверное имеет Право перевоплощаться И не обязательно Значит Выступать перед детьми Взрослые Любят выступления Вот этих Сказочных персонажей Я немножко Претензии К вашей Необычной Королеве Непослушения Ну была бы Баба Яга Немножко понятна Это наверное Все-таки дань моды Или я не знаю Откуда это взялось Вот скажите Вот корпоративы Для взрослых Или выступления На злобу дня Например Экономический кризис Вот как бы себя Вы представили Ну в виде Например Дед Мороз Это наверное Представитель Международного Валютного фонда Его спутница Инфляция И федеральная Резервная система Вот что-нибудь Подобное у вас было Или какие-то такие Ну как сказать Колизии Которые вам пришлось Пережить Понятно Ролевые игры Ролевые Я прям какие сценарии предлагаю Сразу скажу Что категорически нет У нас идет четкая установка Мы Делаем все это Для удовольствия И у нас идет четкая установка Нигде в сценарии Не должно быть Ни намека Ни на кризис Ни на политику Взрослые Они те же дети И они совсем не хотят Слышать в Новый год И в праздник Про кризис Финансовые проблемы И все остальное Поэтому это исключено Отвлекаться-то надо А по поводу Баба Яги В защиту королевы Непослушания У нас каждый год Третий герой меняется Потому что Мы приходим в гости На Новый год Очень часто К одним и тем же В одни и те же семьи Вот И поэтому Чтобы был сюрприз Третий герой У нас каждый год новый Это была и Снежная королева Это была и Лиса Алиса И это не просто Какая-то дань моде Но вот просто так В этом году Так получилось Так придумалось Так придумалось Снегурочки Хочется сказать Вот Баба Яги У нас не было Во-первых Дети очень боятся Этот персонаж И когда Баба Яга Заходит в квартиру У детей Часто Реальный шок Восстанет Они начинают плакать Даже один раз Со Снежной королевой Было Газ-свет Началась вьюга Мне надо было Входить Полностью Мы 15 минут Не могли начать Шум Дети за родителей Забились Истерика Крик Слезы Мы не могли начать Потому что погас свет Вспыхнуло ярко И дети очень испугались Поэтому Таких сильно Отрицательных персонажей Мы полностью убрали Да если бы слушатель Который задал этот вопрос Вот возвращаясь К этой теме Баба Яги Видел бы вблизи Королеву не послушание Видел бы Какая она красиво Нарядная Какая она потрясающее платье И какая она Самая яркая И харизматичная Он бы не сдавал Баба Яга Разных вопросов Да Очень нужный персонаж Я считаю Дайте вот девушке Мы скажем А то она у нас сидит Хочет сказать Я хотела сказать Просто еще Вот почему королева Не послушание В этом году Что в наших елочках Дед Мороз же тоже Не приходит просто так Ведь Дед Мороз приходит Когда подарки За хорошее поведение Ведь не раз родители Так пугают И королев В наших елочках Есть не только просто веселье Но и доля Какого-то воспитания Нравоучения Это очень важно Давайте об этом поговорим После этого Радио Болткома 93,9 Продолжается Пять-вчер раз в неделю В студии по-прежнему Михаил Губин Эляна Розвель Звукорежиссер Константин Рост 6,7,212,93,9 6,7,213,93,9 И в студии у нас Дед Мороз Снегурочка И отрицательный персонаж Королева непослушания А зачем отрицательный персонаж Еще А вот вы же Обратите внимание В смысле Наверняка Обратили Михаил Что за время Новостной паузы Непосредственно Королева непослушания Произвела какое-то Колдунство По отношению К Снегурочке И теперь Снегурочка Походу Сама не своя Возможно Михаил Вы как опытный человек Скажите Как нам Начать раскручивать Эту спираль Диагога Снегурочка Что с вами Что происходит Как вы себя чувствуете Что вообще Вы имеете заявить На данный момент Я хочу сказать Детишки Как нельзя поступать Вот Если ты Пришел на елку Свой подарок Требуй сразу Да гляди Чтоб не конфетки Не зажилел Дед Мороз И не вздумай Беззаботно Приносить Домой Остатки Как наскучат Мама с папой Половину Отберут Но Так поступать Нельзя Так Снегурочка Сама расколдовалась А зачем все-таки Отрицательный персонаж У вас Какой роль играет В вашем представлении Они должны Дети Да Они должны Со стороны Если это Воспитательный процесс Они должны Видеть со стороны Что это плохо Что так нельзя Потому что Они себя со стороны Не могут Адекватно оценить Как они поступают Ножками топают Бывает Вот И Это все-таки Да И что Они должны Понимать Что Зло Всегда Победит Добро То есть Добро Это всегда Будет То есть Как бы Какая-то Альтернатива Доброй Деду Морозу Снегурочке Которая Которая Не побеждает Да Переживают Они очень сильно Потому что Я прихожу И угощаю Снегурочку Волшебным Напитком Из Ведьминой Реки Снегурочка Че Она выпивает Дети Когда они Видят Что я Я ее обманываю И говорю Что этот напиток Придаст ей сил И что У нее будет Много сил Ходить по деткам Поздравлять С Новым Годом А до этого Я детям рассказываю Что стоит выпить Хоть одну капельку Человек превращается В капризного Злого Невоспитанного Человека И они Ручонками Своими Стучат Говорят Не пей Не пей Ну она же Конечно Выпивает Да То что я ее Заставляю И вот потом Когда она Влетает Злая Всю елку Ведет Не так Как себя Надо И переворачивает Все их представление О Снегурочке Они видят Себя со стороны И пытаются Они очень здорово И читают стихи И играют Расколдовать ее Всеми силами И в конечном итоге Типа мое сердце Королевское Не выдерживает У нас Такой момент Есть Я беру Маленькое сердечко И говорю Что в этом сердечке Заключена любовь Детей К родителям К мамам И папам Бабушкам И дедушкам К учителям И наоборот Любовь родителей К детям И хоть сердечко Маленькое Любовь большая И горячая И все это Воплотилось в сердечке Которое мы дарим Снегурочке И ее сердечко Тает И опять Девочка становится Доброй Послушной И хорошей А дети Кричат И обуваживаются Выбегают Пытаются Как-то изменить Ход Представления Дети Очень мешают Нанести травмы Им они не наносят травмы Наносят травмы мне Спасать приходят Вот зачем нужно зло с собой В коллективе В прошлом году Лисой Алисой И там еще какой-то Бякой Или букой Вот тогда достается В прошлом году Мне пришлось в школе Залезть на самые Высокие парты Потому что дети Пошли на меня Стеной И кричали Бей О боже И я поняла Что мне сейчас будет Когда 20 человек Я думала Это будет Очень Очень Из ревейского искусства Они приходят Просто кричали Бей А вот мы играли В школе Освальда И там я была Снежной королевой Я как-то очень Не подумала Что с моей спиной Сцена Мы играли у танцевального коллектива Где были только девочки И было их человек 30 Чудные Чудные Хорошие Очаровательные девчушки Но когда я превратила Снегурочку там во что-то Или что-то Я им тоже испортила В очередной раз Новый год Снежная королева Они стали вот таким кольцом И просто вот так На меня пошли Отступала Отступала Но когда за моей спиной Я почувствовала сцену Я сказала Снегурочке Спасай Потому что сейчас будет А в прошлом году В меня просто Тыкали Пистолетом Поливали В прошлом году Было что-то страшное Ты Как девочка Не знала Как меня обозвать Она меня насмотрела Говорит Ну ты 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 маленькая кукла Это было страшно В прошлом году Было А в одном Когда я играла Фею злую Я тоже Она Снегурочка Сказала Ну что ты плачешь Хватит плакать Такой очаровательный Мишонок Пяти лет Хватит плакать Давай сейчас Отнимем у нее Копалочку Волшебную Так Говорит Ну нельзя Да что нельзя Я в этой Тайквондо занимаюсь Встала А стой Ха Я думаю Ну все Тут мне будет все Дедушка Скажите Как вообще дети Современные Дети Да хорошие Потому что Ну в какое время Живем же Смутная Проблема Тот же кризис А остались вообще Добрые Или осталось Реально у детей Они подходят Пытаются там Потрогать Что не спросить Ну сегодня Проверяли Тестировали Бороду Нос Не покрашен ли Искали Нет ли резиночек От бороды Ну ничего Не нашли Когда получили Настоящие подарки Ну пришлось поверить Что настоящий Дед Мороз А вы же много лет Работаете Ну достаточно Но дети меняются Как вам кажется Со временами С этими проблемами Или дети всегда Примерно одинаковые Или вот они становятся Циничные Например Не секрет что сейчас Юмор в моде Какой-то уже Становится Становится Меняются все таки Ну очень сильно Чувствуется Влияние Мультфильмов Которые они смотрят Ага И именно поэтому У нас В сценариях Это борьба Добра-добра Со злом Хорошие герои Мы стараемся Брать Третьего героя Чтобы он был Связан С нормальными Образами Все таки С нормальными Сказками А не С тем Что мы видим В мультфильмах Современных Потому что Когда начинаются Проблемы Современных Мультфильмов Дети Не готовы Их смотреть Да и не надо Им их смотреть То есть Санта-Клаус Вам мешает Тот самый Который На оленях Непонятной Половой принадлежности Реально Он вам как Спортит что-то Он мне Совершенно Не мешает Потому что У него Тоже Благая цель Он тоже Заботится О детях А вы встречались С ним? Сталкивались? Ну С Санта-Клаусом Так не получилось Вот когда я ездил В Швецию Я видел Где тренируются Его олени С самим Санта-Клаусом Столкнуться Мне пока еще Не довелось А очень хотелось А кто кого поборет Как вы считаете Дед Мороз Или Санта-Клаус А зачем нам бороться Я думаю Что мы просто Обсудим Как нам И дальше И лучше И быстрее Делать наши Хорошие дела Своя территория У них Заграничная Заграница Это Англия Там и все А мы Здесь Свой Дед Мороз В последнее время Ваша экспансия Это все-таки Налицо Особенно в 90-е годы Была Очень обидно За землю Светку В эти Да Которые сейчас К сожалению Тоже пытаются Одеть колпачок Брючки Почему-то Про него Совсем забыли Забывая Свою Изначально Но он должен Быть все-таки Классическим Но по крайней мере За светлые традиции Борются Непосредственно Наши гости Все Объясняя И своим славным Трудом Прославляя Дед Мороз Снегурочки И так же Побеждая зло В данном случае А вот уже Какой костюм Какого цвета То он может быть И синий И красный Тут уже Кстати да Вот даже варианты Говорят что Есть мнение что Синий он как бы Более такой традиционный Для Деда Мороза Красный Более традиционный Красный Синий Это более киношный Это синий Это ромовские Традиционные Киношные варианты Для костюма Ну ведь этот же Актер-то хвыля Он же и играл В Кремле Я Деда Мороза изображал На креолинских елках Там тоже паусиний был Ну тут вот споры идут А возможно При советской власти Считали что Красный цвет Это цвет такой партийный И поэтому Дед Мороз У них был синий Может быть Ну я Не знаю Мороз холод Поэтому как то Вот у него щеки Румяный нос Поэтому вот и Как бы Я не знаю Это не принципиально Что вы имеете Это я думаю Не принципиально Я хотела сказать Что самые первые Деды Мороза Вот когда только начинали С 35-го года Возобновили елочку Стали ставить Праздновать Новый год Вот Они были вообще В белых костюмах И Снегурочка И Дед Мороз У них были белые У них только был Красный нос И щечки Белые да Красиво Все было белое И Снегурочка И Дед Мороз Но это Потом уже традиции Стали меняться Это уже в советское время Появились красные Синие костюмы Ну вот Ну у вас надо сказать Очень хорошие костюмы То есть мы Возможно не специалисты Не то чтобы мы Насмотрелись много Деда Мороза Выглядите конечно Дедушка просто Вот Огромное вызывает уважение Да Дедушка идеальный Идентичный я бы сказал Аутентичный За костюмы Очень большое спасибо Хочется сказать Мастерам из Минска И Питера Ого Да Вы как-то оттуда Специально выписывали Ездили Мы специально ездили Специально выбирали Грим Костюмы Борода Все Ну и видно Что Собиралось За это время Красотичка Вот звонок Слушателя Давайте попробуем С наушниками Еще раз Наши манипуляции Здравствуйте Добрый вечер Почти уже Добрый вечер Я хотела сказать Что я сама человек древний Хотя нормально Все Вот И я помню Дед Мороз Вот мое детство Это было Ну после войны Такой был Он почти белоснежный Но чуть-чуть Голубой Чуть-чуть Вот слегка Он бело-голубой И весь блестел Чем-то вот Облеплен был Вот Это продавались Такие Дед Морозы А как вас зовут Простите Как вас зовут Нина 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 Скажите пожалуйста Может у вас есть какое-то пожелание На Новый год Какая-то мечта Или что-то Что вы могли бы И хотели озвучить И просто поскольку У нас такие гости Сегодня в студии Потому что они может Поспособствуют Как это Прибавиться к вашему Этому самому Энергетике волшебной Мечта одна И всем Имеет здоровье И И меньше проблем В жизни Вот это Самая основная мечта И поздравляю всех Всех Это прекрасный Самый прекрасный праздник Так что Всего доброго Спасибо вам большое Нина Ну вот видите Я думаю что Кстати другие слушатели Если не хотят Дозвониться Что-то пожелать Друг другу Или для себя загадать Можно после случая Волшебные силы Присутствовать На передаче Вот кстати Телефоны И снова Давайте звоночки Если можно еще продолжим Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Алексей Были ли вы Алексеев Хорошим На протяжении Уходящего года А? Думаю что да Молодец Алексей Какой вопрос Вы задали Я хотел бы задать вопрос Уважаемому Деду Морозу Я слушаю Вы знаете Какого цвета Должны быть штаны И какие на вас Штаны Деда Мороза Вы имеете ввиду? Да Да Ну тогда и продолжите Алексей сразу Как бы И расскажите нам Если возможно Вы то знаете Вы то знаете Свет льняной Льняные они должны быть И светлого цвета А почему? Ну такие вот Льняные именно Штаны Я это узнавал А для чего Вы узнавались? С какой целью Интересовались? Алексей Интересовался Не Дед Морозе Скажите Тоже Ну вообще Дед Морозе Льняные и светлого цвета Да? Да А на чем основные Или просто Вот где-то вы нашли Нет Это я узнал Прочитал Можете посмотреть У нашего Деда Мороза Штаны Светлая света Светлые Практически Льняные Золоченые штаны У нас классический Дед Мороз Вот так вот У нас просто Я так горжусь Нашим Дед Морозом Спасибо большое Алексей Дед Морозе и всех Конечно Перед Дед Морозе Всех А вообще Вот Дед Мороз Дед Мороз Вот он работает В смысле Поздравляет И прочее До какого Времени может До 13 Там января Или до какого Или раньше заканчивает Ну пишут мне Круглый год Я круглый год Поздравляю Детей по почте По скайпу Да Мы не работаем Только 1 января Можно Все же не работаете Да Сил просто нет Потому что 31 мы работаем Обычно До самого поздна И потом Хочется как то Все таки Деду Морозу Тоже встретить Новый год Потому что Дед Мороз у нас Вот вернемся К анекдотам О пьющих Дедах Морозах Дед Мороз сам Управляет Своей тройкой Поэтому Дед Мороз Никак не может быть Никак не может Поэтому у нас Постоянные клиенты Могут быть Спокойны всегда Дед Мороз До самого позднего До утра Скажем До самого раннего Находится В абсолютно В адекватном состоянии Хотя действительно В гостях Угощают Пытаются Ну для этого Есть Снегурочка И королева рядом Да Но все равно Смотрите Дедушка Мороза По маленькому Ну чуть шампанского Потому что Это исключено Потому что Это работа Все таки Да и то есть Это все вот про Там Совсем пьяных Дед Морозов Это все Фольклор Да скорее чем Правда Ну если ты сам ездишь Мы таких даже не видели Да мы например Не встречали У нас коллеги Тоже работают Может быть Разные шутки есть Естественно Папа тоже на эту тему Шутил Что под бороду Надо маленькую Фляжечку класть Раз нельзя Тебе угощают Ты наливаешь Приходишь домой Потом выпиваешь Да ну Или С посохом Тоже внутрь Наливать Но это все Работа В первую очередь Остается А уже потом Все остальное То есть вам непосредственно Приходят себе Новый год Встречать в этом образе Работать И очень часто Под бой курантов Вот тогда вот мы С гостями Вот позволяемся Если мы выпадает Что мы Российский Новый год И такой мы остаемся Вот единственное Что мы себе позволяем Тогда вот выпить Бокал шампанского Вместе с гостями А сколько елок Вы обслуживаетесь Так можно сказать Ну вот в день Когда у Сама идет Вот страда Шесть Семь За день Восемь Девять Да было девять А кризис как-то А кризис как-то Сказался на деду Марочев В предыдущие годы Да Было очень Во-первых Сказалось на подарках Детям не дарили Коробки С мой рост Подарки были Маленькие А раньше бывало Подарков стало меньше Но они стали более Душевными Желанными Продуманными То есть в так называемые Жирные годы Дарили что-то Как я понимаю Большое Дарили не детям Дарили чтобы Похвастаться Перед Друзьями Соседями Детям дарили что-то Конечно обязательно То что они хотят Ну и кроме этого Дарили что-то большое Чтобы показать Не только любить Но еще и показать Да Сейчас Показушное Отбросилось Мы просто Любим своих детей И кризис конечно В те годы Сказывался очень сильно На столах Которые были Накрыты В квартирах Но мы уже договорились О кризисе Мы не будем Как сильно говорить Сейчас Моментально Изменились Напитки Которые стоят Когда мы в гости Приходим Изменилась еда Которая стоит Жизнь-то налаживается Потому что были Маленькие столики Которые накрыты Были для детей Там мандарины Сейчас опять Заходишь Запахи стоят Такие пироги Пекутся Вот она Примета выхода Из кризиса Вот конечно И первым делом Запах пирогов Запах пирогов Елки И домашней выпечки Там домашнего Жаркоя Вот это когда заход Раньше Два года Этого не было Очень здорово А у вас Самих При таком объеме Празднований Восемь в день Остаются хоть Какие-то вообще Моральные ресурсы Эмоциональные Для того чтобы Любить Новый год И хоть что-то Хорошего от него ждать Или вы уже так Нет Это самый Для меня например Это самый любимый праздник В детстве он был Еще день рождения Прибавился Ну сейчас по некоторым причинам День рождения Уже не так радует Как Новый год А в Новый год все равно Праздник детства Остался настолько И тут когда видишь Как дети тебя встречают Даже когда ты очень устаешь Ты уже сидишь в машине Думаешь Ну все Просто нету сил больше Вот все А когда эти глазенки Когда входишь Ты забываешь И только свою усталость Опять чувствуешь Когда ты опять спускаешься Вниз в машину А Снегурочку давайте спросим То же самое Как вам Новый год Нравится Или все еще Понимаете почему мы берем С собой королеву непослушания Она разговаривает А мы слушаем Она за всех разговаривает А я хотела сказать Вот по поводу Да раньше мы ждали всегда Именно 31 число И 12 часов Сейчас у меня вот поменялось Я вот жду всегда Начало вот этих елок И вот даже сегодня Получилось после утренней елки Зайти домой Как-то так Ну как-то очень скучно Если честно Вот жизнь все-таки поменялась С елочками И это Вот эти две недели Это Такой заряд Потрясающий Просто потрясающий Заряд на целый год Вот именно Вот эмоции Такой положительной эмоции От этих детишек Действительно От этих глазенок Они такие все разные Они такие все хорошие Они Кроме добра От них ничего не ждешь А у вас свой малыш тоже есть Да? Но он как-то еще Не в теме Ну вы знаете Да Нам пока 4 года И вот В этом году мы будем Хотим попробовать Хотим попробовать Что из этого получится Он ждет Стих тоже учит То есть все не А у Деда Мороза И у Снегурочки Минута славы Поскольку они ездят В машине В костюмах Люди кругом Смотрят Останавливаются И они у нас Они у нас постоянно Машут Ручонкой Влево Вправо И потом Когда уже Снимается Костюм По привычке В прошлом году Я говорю Что ты машешь рукой Ты же уже Как бы Просто так Это остаточный рефлекс Костюма нет А все равно Хочется всем Помахать рукой Посмотри Вон детки Вон детки Идут Ребенок остановился Там чуть ли не посреди дороги Вот они Машут Ну это конечно Позитив Чтобы поделиться позитивом Мы всегда Всегда ездим На елочку Уже в костюмах Сразу Нашу машину Все хорошо знают У нас даже Электронное табло С поздравлением Сзади на машине стоит Да И пользуясь случаем Я особо хочу Поблагодарить Всех водителей Которые хорошо Себя вели В этом году И особенно Тех Всех До единого Очень вежливых Водителей Которые встретились Сегодня по дороге Пропустили машину Деда Мороза И помогли нам Вовремя доехать До радиостанции Замечательно А меняется тихотворение Которое дети читают С годами Или все те же Читают Очень разные Кстати о детях Каждый год Кажется Что уже Ну Более ярких детей Не может быть Да Каждый год Дети удивляют Вот как кажется С одной стороны Все говорят о том Что дети стали хуже И Как-то менее яркие И так далее Но все равно Встречается Очень много Очень много Хороших детей Очень много Ярких личностей И подарки Правда Последние годы В топе Ну Я думаю Что догадаетесь Что Иди Бакуганы Ну Бакуганы Когда я Когда я Получаю письмо Когда я получаю Письмо С просьбой Подарить Бакугана Это еще Как-то Да Но Из Десяти писем Приходящих На почту Дети рассказывают О том Что хотят Мобильный телефон Ну Марку я думаю Мы рекламировать Отдельно Не будем Я думаю Что догадаться Все могут А куда вам писать Скажите Может еще Может кто Да Еще можно Можно писать В течение всего года Ну По мере силы Возможности Мы отвечаем На На эти письма И Хорошие Добрые пожелания Чтобы все могли Прочитать Мы размещаем На своем сайте Дедмороз.лв У вас Резиденция В интернете И соответственно Электронная почта Дедмороз Все слитно Вместе пишется Дедмороз Собачка Дедмороз.лв Ждем Ваших добрых пожеланий Если есть Присылайте Фотографии Посмотрите На сайте На письма Других детей Причем Письма Получаем Мы со всего мира Из Казахстана Из России Из Латвии От Пятилетних детей От Пятидесят Пятилетних Пятилетних На вашу всю красоту и великолепие. Правда, очень хочется, чтобы вот такие Дед Мороз, Снегурочка и герой интрига обязательно пришли на праздник и подарили эту радость. Приглашайте. Будем обязательно приглашать. И пусть приглашают, кому еще, кто еще не пригласил к себе на праздник. Качественнейшая команда, очень рекомендуем, Дед Мороз ЛВ. Еще раз напомню, можно ли вас попросить, не знаю, Дедушка Мороз, скажите как-нибудь так с Новым годом, мол, дескать. По Дед Морозовски. С Новым годом, с Новым годом поздравляю всех друзей. Много счастья вам желаю. Мир вам в дом. Тепла и послушных детей. Ура! Спасибо большое за наступающим. Вы слушаете радио «Болткома» 93.9.